пока светло ребята решил еще я брусника посмотреть взял только тулана айда у меня на цепи оставил пусть отдыхает недалеко сходим такое место мне каждый год здесь брусника тишина что-то нету это нету на месте в принципе если есть то она крупная мама мало и как ну да там пусть их тут кустик вообще что-то мало тоже здесь походу только на вырубках в общем мизер очень мизер крупная но мало были на смотрите крупные как клюква так ладненько я надо буду потихоньку собирать что наберем наберем пройдусь тут по окружности вот здесь а там уже как-то другое место такая болотистая это болото не то но даже объяснить не могу так у меня осталось 20 минут съемки на этой сим карты карта памяти 64 гигабайта вот тогда уже я поснимал так все врачи я буду собрать литр соберу литр больше больше сколько получится пока болтать не буду до нас уже ребят тут собрали вам готовое варенье бери не хочу вот почему ягоды нету здесь потому что конкуренты здесь ходят и собирают срут везде кругом где-то под елкой может на нас тоже смотрит он вроде не так давно это здесь здесь он побывал но тихонько набираем мало-мало-мало-мало-то однако ну что ребят я не знаю уже сколько третий раз на на уже круг здесь мотаю литр на она еще не набралось или урожай такой здесь был в этом году не медведь сейчас я непонятно короче я не набираю ведро не получается не получается в прошлом году тут я не собирал позапрошлом такое 5 литров ведро за полчаса где-то быстро набиралось в этом году что-то там еще он пробовал везде кружил уже по две штучки кустики и нету и нету вот так посмотришь там вроде есть подойдешь там 2 2 2 ягодки он там тоже когда я сяду как будто ягода видно подойдешь там ягода прячется быстро мне надо еда я такое количество собрать да ягод нету завтра еще второе место есть недалеко вот уже от избы туда еще скажу и там тоже думаю мало мало что наберем вроде как все уже заросло подсад место основы бор такой но сосны крупные конечно там красиво только принципа мало на крупные они тут присматривая все так будешь багульник она это да запах конечно сногсшибательный прям были одурманиваются голова не надо никакой колес которые глотают там чтобы опьяненье бензин нюхают пошел там тайгу нанюхал заблей фу прям голова закружится сразу опять тишина опять пустота что-то 2 2 3 штуки вот почему-то только по две штуки есть еще 2 2 2 2 5 4 да она пойдем надоело честно словами полгода не набрали еще надо щитки закинуть рыбалка тоже заниматься ну что где-то неделю на она пройдет потом мы съездим на мой съездим домой и думаю может еще приедем сейчас надо еще откажется собрать я бы 5 крови ведра брусники места есть на недалеко стоить на далеко вот сегодня где глухаря добыли на полу вырубку если сходить близко на какой-нибудь плоская посуда была бы еще лучше в рюкзаке чтоб таскать это и разуме круги делаю ладно в сторону избу на она буду направляться хватит полезно это целый день надо чтоб целый день от и бродить там может как-то еще наберешь не сплошняком как-то ягоды не сплошняком вот кустик пусть потом 5 надо идти искать но крупные ребят смотрите действительно они крупные как клюква или этот лежанку готовить давай иди медведь рядом вроде-то тут спать собираешься какой может спать охотник везде медведей что на другой стороне берега вчера ходили видели что там творилось сегодня двух местах принципе один муравейник там на днях тоже вкусное находят видимо там и дед мне говорил когда уже не на спячку ложатся они и едят смолу смолу едят и у них задница короче получается пробка и в туалет он не ходит вообще действительно пробка говорит это получается и весной это пробка выходит весной когда первый разом туалет идет и пробка выходит прямо он кричит говорит смолистая пробка природа как-то придумывает на все все но все но всю зиму спячку там они ложатся и кто-то в лунка боровая ги скажем лунках снегу спят чтобы не замерзли замерзли как будто грибы собирают я не город здесь его по одной штуке висит и все не так дело не пойдет здесь на время не буду терять я ребят по избу еще сетка закину и уже думать одна слежка туда не пойдем на на там мы были несколько раз меня сколько раз кружили как-то так здесь надо выйдем наверно ориентир наверно ориентир если что компасом не есть найдем пропинку карта памяти 10 минут осталось 5 часов съемка уже мне 5 часов съемки разогнался конечно я вкусно еда клюкву не так люблю но морс основанную из клюквы морс делая бруснику так песком с молоком можно этот морс из брусники не так это вкусный плюс уже другое дело все короче я надеялся что здесь соберу 10 литров собрали 800 грамм где-то на 800 миллилитров литра еще не набралось я как думаю ну ладно чепотан будем искать другое место там пособираем а тут тут все сюда больше в этом году не придем проверили старый амбар у старого охотника кого я кто мне передал промысловые участки это хитрый амбар как бы в тайге от избы подальше подальше но все сгнило вон уже все сгнило но на прошлом видео как-то прошлых годах я показывал уже нам пол там уже все выпало пол самодельный тоже доски на пополам там кололи в общем и хитрый замок тут хитрый замок но полу открытый там не помню уже как открывается там короче выпил но палкой с внутренней стороны прижимает тут пусто я тут сюда уже еще как бы выносил но хотел внутри показать мне помню от с какой стороны палка откидывать не помню на пусто там видно сетка а вон палка управится управится в дверь самый простой хитрый замок в таежных тайге короче диклафос это этот как его до перестройки еще диклафос только продавали ну щетка там еще один одна больше ничего принципе нету вот так тоже мы здесь сюда первым перетаскивали бывало когда охотились возле самой старой избы у него амбара и не было то в стороне неудобный амбар конечно далеко от избы почему так он построил строил но мы пользовались в принципе так все гниет ребята вот время проходит и все гниет сейчас вот ноги уже еще сломались уже деревянные потом будут по венцу крыша как только крыша сгниет там за 10 лет все сруб это моментально все сгниет так время жует все все подряд не воспоминание только остается как было дело но еще поснимаем пройдут года буду я еще снимать если этим делом буду еще заниматься охота и всем съемкам этими была тропинка такая даже тропинку с какой стороны там слева у него изба но нам на праве в своем своем своей зле уже видим так бета включил яркий свет сейчас свет идет от powerbank а этот диодовая штучка который я показывал как то и до этого я еще снимал после после того как мы закинули щитки пытался снимал там разговаривал возле костра возле всего оказывается аккумулятор как-то уже подсел сейчас от powerbank тоже подключил аккумулятор подсел и видеокамера завис оказывается зависла и все о чем я говорил все в смарку пошло короче и сейчас у меня на это карта памяти на на 4 минуты осталось много болтать не буду я сегодняшний день кратце поснимал все как было и сейчас уже готовлюсь к ужину время 6 часов вечера сейчас поужинаю и буду отдыхать просматривать что я сегодня снимал и сегодня ужин у меня картошку пожарил с мясом с тушенкой и бич пакет еще супчик сделал на скорую руку руку все это сделал и буду ужинать очень хороший сытный ужин будет хлеб лук чеснок все есть вот такие дела очередной день прошел в общем посмотрим что будет завтра завтра думаю охотиться на рябчиков но с мелкашка буду ходить сегодня пострелян немножко пристреливал оружие без оптического прицела пару раз выстрелил вроде куда-то попал завтра посмотрим что будет она сегодня все завтра встретимся снова буду ужинать и отдыхать вообще все еще раз теперь в принципе раз уже все все мы все все в все 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 в том направлении что он лает и там мы бруснику вчера собрали надо просыпаться 7 октября может на завтрак пришел медведь там на брусничное место тоже чего лая чего лая айда сидит спокойно не лает тулан что-то слышит ладно будем просыпаться сходим в ту сторону посмотрим он пошел на разведку пошел на разведку ребенок сперва в ту сторону но я потом наоборот в другую сторону сзади избы жестко что-то лает окружили видимо нас айда что-то смол молчит спокойно себя ведет будка лежит лежит если опасность она точно выйдет тоже залает как прошлом году а этот молодой я не знаю то в одну сторону то в другую кругом мерещится ему может шорох от ветра там шум идет лесу не знаю бед все сту сторону тоже сходим на тулана возьмойду не буду брать стуланом схожу там кружочек сделаю и за ездить по этой тропинкой все налево еще сходим вот так на рябчиков хочу сходить сегодня возьму только север оружие пули на всякий пожарный уже дробь собой не буду брать пули возьму и мелкошку ушел вроде спокойно тишина любит так в одиночку иногда утром проснешься выйдешь а он на стойке выйдет куда-то уже сходил 6 20 это время я уже пути должен быть я сегодня ленюсь потому что далеко не буду уходить возле избы возле избы рябчик рябчика погоняю и на этот как сказать на рыбалку еще все такие планы сегодня у меня все вышли на тропу посмотрим кого-то увидим или нет айду оставили надеюсь тулан будет мешать как сказать охотина рябчика и прохладно сегодня прохладно на улице оказывался первый рябчик ребята самец подлетел он он туда куда-то подлетел он все так и мешает ребят как-то ради безопасности взял его на всякие пожарные но лучше на она надо было его оставить короче двух местах я его увидел потом перелетел на другую сосну уже очень далеко и принципе без оптического прицела так невозможно увидеть его короче он улетел первый рябчик что-то один час должно по несколько штук еще тут я одиночка влетел тут ребята развилка у меня налево тропинка старенькая идет уже заброшенный путь их тоже у меня и здесь здесь строго на юг идет тропинка по этой тропинка вчера мы ходили а сегодня здесь мы пойдем налево сходим там такая горка будет и сосновый сосновый лес и бруснику надо там посмотреть о чем я вчера говорил второе место где недалеко от избы ну где-то полтора километра она я прошел часы свищу еду но рябчиков пока нету только вот первого рябчика которого видели после него ни одного он пришел недалеко ходит возле меня пока вроде спокойно себе тоже ведет но рябчик услышал блин тоже устремился к нему еще вы смотрите какой хороший лес молодая елка тот невысокий елки береза такая очень много березы и сосны какая сорти лес и нету не свистят смотри что я там делаю ладно пойдем дальше услышим свист включусь а так бесполезно стоять пустота здесь бывает я войну открываю нам столько рябчиков успела стрелять тишина ребят этом году тут или рябчик держится у реки походу только у реки рябчиков можно встретить вглубь тайги зашел и все ладно пойдем вот Продолжение следует... Продолжение следует...